Новая Зеландия, Средиземье, Мордор Гранд Мейджор, художник. Мы нашли выжженный участок земли и решили использовать его в качестве прохода в Мордор через водосток. Там были сняты несколько ранних сцен третьего фильма. Мы возвели насыпь вон там. Из стока течет вода. Хоббиты находятся там, где сейчас Брэд. Это была картина полного разорения Денхена, ведущий художник-постановщик-декоратор. Повсюду торчали полностью обугленные, но по-своему красивые ветки стволы деревьев. Вся земля кругом была серой, даже черной, как на поле Брани. Это как поле битвы Первой мировой войны, прямо как при Пашенделе. Мы прошли туда, и там всюду на земле лежал слой пепла, высотой примерно 5-8 сантиметров. Пепло из золы от сожженной листвы. Он сгорел не от рук людей. Он сгорел просто сам по себе. Поэтому нам повезло, что мы нашли такое место, так как было бы очень трудно создать его искусственно. Вас не покидает ощущение, что это разрушение Мордора. Что-то типа уничтожения жизни. Эрик Пороса, продюсер. Место съемок Павшего Короля, которого находят Сэм и Фродо, находилось в одном чудесном месте по имени Маккара. Оно находится в стороне от Веллингтона, по направлению к южному побережью. У нас было мало времени на поиски подходящих мест для съемок. В конце концов, мы его нашли, но сделали это прямо перед самым началом съемок. Поэтому у Питера не было возможности посетить это место заранее. Это была ферма. Это место в Маккаре, кандидат для Моргульского перекрестка. Мы сейчас видим его так, как если бы мы подошли, направляясь к этому месту. Вон в том направлении находится Минас-Моргул. А дорога, она спускается и пересекает другую дорогу, где-то здесь. В том направлении, главная дорога для подъезда к этому месту. Ее мы обставим реквизитом до тех упавших бревен, находящихся посередине нашего общего плана. Затем она спускается сюда, перед нами, проходит рядом и поднимается по холму. Там было невероятно ветрено. Именно поэтому вы видите эти прекрасные пейзажи с деревьями, обдуваемыми со всех сторон синими ветрами, образующимися между двумя островами, северным и южным. Это нам очень помогло. Эти деревья были замечательной формы, с мертвыми, сухими ветвями, торчащими под странными углами. И в этом отчасти их красота. Лагерь в Дунхароу был снят в таком красивом местечке на противоположной стороне от Клинстауна, на озере Вакотипу. Барри Осборн, продюсер. Место, которое мы снимали, было в трех четверти пути вокруг этого озера и называлось Гринстоун. Вига Мортенсен Арагорн. Река Гринстоун одна из самых красивых, и там отлично можно порыбачить. Не знаю, как сейчас, ведь она стала такой популярной после этих фильмов. Вероятно, Дунхароу. Здесь будут ночные планы. Армия пройдет вон там, внизу. Робин Мерфи, ведущий менеджер на трудных съемок. Это место расположено в двух часах езды от Клинстауна, и большая часть пути проходит по дороге, покрытой гравием, при сильном ветре. Так что, с точки зрения организации, туда было очень трудно попасть. Тем более, что там нам нужно было снимать 200 лошадей и всадников. Питер Джексон, режиссер, сонарист-продюсер. Я знаю, что были предложения найти более удобное, с точки зрения организации, место. Мы осмотрели много мест для лагеря в Дунхароу, но нигде не нашли такого же подходящего, как в Гринстоуне. Там были поля, деревья, и все это было расположено просто идеально. Платон над Дунхароу мы снимали в небольшой каменоломне на горе Виктория в Веллингтоне. Джефф Мерфи, режиссер второй группы. Оригинальная концепция Питера была такой. Мы снимаем половину лагеря, как при комбинированной съемке, а затем сдвинем эту часть в сторону и снимем вторую половину. «Орландо Блум Леголес». Это было снято прямо возле бухты, где я жил, в Веллингтоне. Это была заброшенная, заросшая травой каменоломня, ставшая частью чего-то вроде паркового района посреди города. Множество сцен на плато Дунхароу были сняты там. Там было достаточно пространства для установки восьми палаток со свободными проходами, а за ними была скала, брошая листвой. А здесь мы снимали то фактическое место, где Араварн переходит из своей палатки в палатку Теудена. Фактически, одно место съемок у нас было в Веллингтоне, а другое — глубоко на юге. Мы скомбинировали их с помощью компьютерной графики, и они стали выглядеть так, как будто это одно и то же место. Когда мы приступили к работе над областелином колец, мы раздумывали, где могли бы снять дорогу к путям мертвых через горный хибет Двимовер. А тут действительно мерзкое, в принципе, нам подходит. Надо вдумать о возможности использования этого места для дороги на Димхольд. Мы искали везде, но больше ничего не нашли. И вдруг я вспомнил про парк Пинаклс. Это удивительное горное образование из камней Гальки на южном побережье Вэйарапа, неподалеку от Веллингтона. Я бывал там, родители возили меня туда ребенком. С тех пор, как я вырос, я был в этом парке еще два или три раза. Мы полетели на вертолете из Веллингтона, через бухту, прямо к этим очень красивым вершинам. Это просто невероятное место. Это долина, подвергшаяся очень сильной эрозии, со скалами из известняка, где земля полностью выветрена. И такие удивительные скалы, как пальцы, стоят, указывая в небо. Чем-то это похоже на долину Бэтленс в Южной Дакоте. Место, которое кажется безжизненным. Просто находка для путей мертвых. Такая враждебная, суровая природа. Это отличное место для дороги на Димхольд, которая ведет к путям мертвых, так как там невероятно крутые узкие расселены. Это, я думаю, дорога на Димхольд. Лучшая из всех, что мы видели, при этом она довольно широка. Смерть орком! Смерть орком! Там становится все уже и уже. И, кстати, еще один момент. Видимо, придется работать в шлеме, потому что здесь осыпаются камни. Джон Махухи, режиссер второй группы, в этих узких пещерах нужно быть очень осторожным, потому что они так неустойчивы, что большой камень запросто может свалиться на голову. Каждый из нас смотрел вокруг и по-настоящему чувствовал, что это какое-то особое географическое место. Пелленорские поля Пелленорские поля — основная сцена фильма. Это земля между Азделиотом и Миностиритом. Мы хотели найти равнину с холмами на заднем плане. Нам также хотелось, чтобы было чувство, знаете ли, как будто там раньше были пшеничные поля, чтобы был такой желтовато-серый высохший ландшафт. Мы нашли такое место посредине Южного острова Новой Зеландии в маленьком городе Твайзел. Этот район называется Округ Маккензи. Там живет много шотландцев. Первые переселенцы, появившиеся здесь, были шотландцами. А Маккензи был здесь весьма колоритной фигурой. В честь него эти земли так и назвали в 19 веке. Тамошние общины создавались, собственно, ради всех этих гидроплотин, что построили для того, чтобы воспользоваться реками и озерами этого района. И Твайзел построили как город для рабочих, в который строили эти гидроэлектрические системы. А после того, как плотины достроили, город пришел в упадок. Через некоторое время он стал городом для пенсионеров, и люди снова въехали в эти дома, что были построены для рабочих плотины. В Твайзел надо брать с собой много книг и много музыки, и нужно осознавать, что, вероятно, спать придется идти пораньше. У них всего один бар, где мы много играли в бильярд. Доминик Монаган Мэрия. То место, где мы снимали фильм, называется станция Бен-Ол-Хау, и она принадлежит Саймону Кэмерону, который является потомком этих бывших шотландцев. И мы использовали это же поле для съемок атаки Фаромера на Асгилеат, и для атаки всадников Рохири, когда они смяли орков. Вон там небольшой холмик, как раз подходящий для этого. Теоден заезжает на подъем. На другой же стороне он достаточно крутой, так что армия может появиться неожиданно. Там такая голая равнина. В самой глуши, а вокруг покрытые снегом горы. Невероятно красивое место. Огромное холмистое пастбище. Дэвид Уэнхэмфармер. Твайзелл очень красивое место. Просто дух захватывает. Когда у меня бывал небольшой перерыв, я просто ездил и осматривал окрестности. И оно очень, очень впечатляет. Примечательное место. Такое красивое плато, на котором можно снимать по-настоящему роскошные планы. А вдалеке эти восхитительные горы. Вдалеке гора Куга, гора Айспайринг, вся цепочка Южных Альп. Это было очень красивое место для съемок. Не только потому, что оно подходило по сюжету, но и потому, что там было интересно побывать просто в качестве посетителя. Чёрные врата. Мы были на другой стороне горы Руапеху, в местности под названием пустыня Рангипо. Мы объездили всю Новую Зеландию в поисках этого места. Оно должно было выглядеть по-особенному, ведь оно расположено снаружи Чёрных Ворот. Думаю, цель этой разведки — определить, где будут солдаты, а где Арагорн. Знаете, просто чтобы понимать, где мы будем, собственно, снимать, а также определить место расположения Чёрных Ворот. Это место не похоже ни на какое другое в Новой Зеландии. Скорее, похоже на Нью-Мексико, США. Билли Бойт Пиппен. Там была равнина, знаете, напоминающая пустыню. Прекрасное место для съемок. Вокруг не было ничего. Итак, мы ищем что-то вроде небольшой возвышенности на переднем плане. Немного плоской равнины и небольшую возвышенность, на которую мы поставим солдат. Единственное место, которое обладало достаточным размахом и правильной топографией, был полигон для военных учений. Рядом с горой Руапеху, посредине Северного острова. И, в общем, на всем этом военном полигоне, который простирается на 20-30 миль по периметру, было только одно место, прямо по центру полигона, которое подходило нам из-за бледного, песчаного, равнинного ландшафта. Мы осмотрели там все вокруг, вместе с военными, и сказали, прекрасно, это именно то, где нам нужно будет снимать сцену. Здорово, мы наконец-то нашли его. Вы не поверите, как это было тяжело. Мы обыскали всю страну, и вот оно. Это просто удивительно. А они посмотрели на нас в ужасе и сказали, это, в общем-то, наш полигон. Мы сюда сбрасывали бомбы и стреляли артиллерией в течение последних 30 лет. Перед тем, как пустить нас на это место для съемок, они послали саперов, чтобы убрать все неразорвавшиеся снаряды. Стрельбище в пустыне Рангипо дало нам именно те очертания местности, которые были нужны. К тому же, оно было достаточно велико, чтобы там можно было поместить большое число людей и не бояться, что упустишь что-нибудь из виду, понимаете? А также, оно вдохновляло нас, ведь это такое масштабное место. Местность, которую мы использовали в возвращении короля для сцен в Мордоре, была, в принципе, та же самая, в смысле географического расположения в Новой Зеландии, что и ландшафты Эмин-Муэль в двух крепостях. Это был вулкан по имени Руапеху и прилегающие к нему районы, где мы снимали фрагменты Мордора. Гора Руапеху находится прямо посредине центрального плато Северного острова. Это было одно из главных мест наших съемок на Северном острове. Это действующий вулкан. В 1995 году там было очень сильное извержение. Часть районов пришлось эвакуировать. Мы не могли снимать вершины, так как они являются святынями для рода Иви, одного из племен Маори, который живет в этом регионе. Вот почему в конце, когда вы видите Роковую гору, то на опорных кадрах в действительности стояла бы гора Руапеху. Но вместо нее мы вставили нашу собственную версию Роковой горы. Но у Руапеху тот же размер, она просто гигантская. Когда ты у подножия действующего вулкана, он еще обладает сильной геотермальной активностью. Прошлой ночью мы сидели в домике где-то полдвенадцатого и почувствовали, как дом сотрясается и раздается шум. Мы подумали, что сломался генератор и бросились наружу, но он был в порядке. Зато мы почувствовали запах серы в воздухе. А утром мы вышли, и все вокруг было серым. У вулкана случилось небольшое, мы бы назвали это отрыжкой. И я знаю, что когда мы были там, то были настроения типа, только бы не случилось чего-нибудь снова. Потому что если что-нибудь произойдет с фильмом, то это произойдет и с нами. Но это было бы замечательно, если бы нам удалось заснять что-нибудь такое. Мы, наверное, сошли с ума, работая там на вулкане со съемочной группой. Там, наверху Руапеху, знаете, очень тяжело. Ведь это очень трудное место, туда трудно подняться. Это, собственно говоря, лыжный курорт, горнолыжная трасса. Там есть лыжный отель, подъемники. И если сейчас не лыжный сезон, то вполне можно сесть на подъемник и спуститься вниз пообедать. Это было просто классно. А потом надо было возвращаться к работе. Мы садились на подъемник, поднимались назад на гору и... И знаете, страдали и плакали. Шон Остин, Сэм. Поэтому лыжный спуск в Акапапа, что на склоне Руапеху, активно использовался для сцен, где Сэм и Фродо ползут наверх, поднимаются по склону Роковой горы. А на другой стороне горы было место под названием Тукино. Это еще одно горнолыжное место. Оно на отшибе, более скалистое, менее обустроено, на большой высоте вблизи конусов вулкана. Там есть один овраг, который, когда было извержение, был полностью вымыт расплавленной лавой. Она просто спустилась вниз по оврагу и прорыла его таким образом еще глубже. И я подумал, вау, какой отличный ракурс. Фродо и Сэм поднимаются, Фродо начинает спотыкаться. И я помню, Шон ел пирог с голубикой, и я сильно опечалил его, сказав, «Давай, Шон, нужно идти работать, причем прямо сейчас». Мы отправились туда и отсняли все шесть ракурсов, которые хотели. Озвучил по субтитрам Иннокен 33, студии Я.